Предлагаю вот к какой теме перейти. Во многих кафе, ресторанах, торговых центрах и супермаркетах можно увидеть надписи с запретом фото и видеосъемки. И даже если такой надписи нет, то как только вы сделаете снимок, рядом с вами, как правило, появляется охранник, делает замечание, просит прекратить съемку, удалить снимки. Это, если повезет, в вежливой форме. Если нет, то как получится? Да, порой доходит даже и до принудительного выдворения из заведения. На днях главный прокурор столицы нашей страны заявил о незаконности таких запретов и подчеркнул, что съемка запрещена только в отдельных случаях, четко установленных законом. И касается она особо охраняемых режимных объектов. Я предлагаю разобрать ситуацию со специалистом. Приглашаем в студию Елену Дроздову, юрист консульта Центра юридической защиты предпринимателей. Елена Владиславовна, здравствуйте. Действительно ли мы имеем право осуществлять фото и видеосъемку совершенно свободно? Я сейчас говорю не о профессиональной фото и видеосъемке, как вы понимаете, а обычной любительской. Да, на самом деле, в большинстве случаев, все, что может попасть в объектив вашего фотоаппарата или видеокамеры, как правило, снимать можно. За небольшими исключениями, но все эти исключения указаны в законе и, в общем-то, их совсем немного. Я правильно понимаю, что эти исключения, вот вы сказали, их совсем немного, они настолько особняком стоят, что по большей части, заходя в кафе, в ресторан, мы можем, ни в чем себе не отказывая, сфотографироваться вдвоем с вами, если захотим, да? То есть кого-то сфотографировать, если друзья таком. На самом деле, то есть эти ограничения, их настолько мало и настолько, ну, трудно себе представить, чтобы обычный человек со своей фотокамерой или с фотоаппаратом оказался, допустим, в районе какого-то стратегически важного объекта, причем этому объекту действительно присвоен такой статус, не потому, что так захотелось какому-то, допустим, сотруднику МВД, стоящему рядом, а этот объект является действительно стратегически секретным, режимным объектом, имеет такой статус. Допустим, если какой-то мост кто-то придумал объявить стратегическим объектом и запретить фотографировать на фоне этого моста, при этом мост находится в общедоступном месте, по нему ежедневно проходят сотни, даже тысячи людей, то априори этот мост не может быть секретным объектом, поэтому запретить фотографировать или снимать нельзя. То же касается торговых центров, допустим, да? Конечно, тем более, если вы находитесь на территории торгового центра как потребитель, то на вас дополнительно еще распространяются нормы о защите прав потребителей, согласно которым вы имеете право получать и использовать любую информацию о товарах, услугах, которые предлагаются в этом торговом центре. И запретить вам это делать, причем любым удобным для вас способом, путем пристального рассматривания или путем видео или фотосъемки, или записи в блокнотик, что-то вы там себе записываете, никто не имеет права. То есть желание владельца магазина или кафе никаким образом не учитывается, если он хочет запретить съемку? В общем-то, никоим образом не учитывается, по сути, потому что запретить эту видео или фотосъемку можно только законом. Ну а, как известно, у нас законы не рождаются руководителями кафе или даже собственниками. И те нормативные акты, на которые они ссылаются, при этом, как правило, руководители, ну, в общем-то, такая позиция не основана на законе, и на самом деле трактовать эти нормативные акты надо совершенно по-другому. Наоборот, они позволяют получение и использование информации. Ну, опять же, повторяюсь, в строго ограниченных законом рамках. А вот бывает, знаете, таким образом аргументируют отказ в проведении, ну, в разрешении там что-то снимать, а говорят, это частная территория вообще. И действуют на людей, они вирают в это аппараты, действительно. Это частная территория, мы имеем право вам запрещать все, что хотим. Даже если это частная территория, запретить, получать и использовать информацию вам никто не может. Ссылаются, ну, может быть, ссылаются при этом на статью 209 Гражданского кодекса, в которой содержится правомочия все собственника владеть, пользоваться, распоряжаться своей собственностью. Но когда вы снимаете что-то в кафе или в ресторане, или в спортклубе, или в магазине, это никоим образом не ущемляет права собственника. Более того, в той же 209-й статье указывается о том, что реализуя свои полномочия собственника, собственник не может ограничивать установленные законом права других лиц. И таким образом, как я уже сказала, поскольку у нас статьей 29 Конституции установлено право на получение информации, законом об информации, информационных технологиях и защите информации установлено понятие, что такое общедоступная информация, и установлено, что каждый имеет право доступа к этой информации, на то она и общедоступная. Таким образом, запрещая вам снимать на территории своего, пускай даже, кафе, или там ресторана, или магазина, собственник не только не может подкрепить свою позицию законом, он еще и нарушает при этом закон. То есть сам становится нарушителем, хотя обвиняется тот же сам вас. Вот в магазинах, допустим, кто-то пожелал снять ценник, или несвежий какой-то продукт, может быть, человек собирает доказательную базу, потому что его как потребители обманули. То есть ситуации могут быть разные. Может быть, кто-то просто возле яркого стенда захотел сфотографироваться. Появляется охранник и говорит, коммерческая тайна, то есть вы сейчас нарушаете закон о коммерческой тайне. Насколько такой аргумент имеет место быть? Почему эта позиция не основана на законе? Потому что существует закон о коммерческой тайне, согласно которому, опять же, общедоступная информация не может быть коммерческой тайной. То есть в этом законе четко определено, что является коммерческой тайной. И сначала какой-то информации нужно присвоить статус коммерческой тайны. Коммерческой тайной может обладать только определенный круг лиц. А если этот объект или эта информация расположена в общедоступном месте, то априори она не может быть коммерческой тайной. Ну да, прилавки магазинов, мне кажется, более чем доступное место. Тем более, что если написано... А когда охранник заставляет удалять вот эти фотографии? Отбирает фотоаппарат, допустим, пытается выгнать. Вы знаете, но в зависимости от того, в какой форме это происходит, можно, конечно, квалифицировать эти действия, может быть, даже и как хулиганские. Если он покушается на вашу собственность, повредил при этом, не дай бог, вашу технику, то можно в гражданском порядке с него взыскать потом убытки понесенные. Ну, то есть, в любом случае, эти действия незаконные, и нужно, конечно, обращаться в органы правопорядка, чтобы защищать свои права. То есть, вот хочу резюмировать, охранник, администратор какого-либо заведения, супермаркета, торгового центра, не имеет права запрещать на фото-видеосъемку, забирать у нас оргтехнику, да, в которой мы пользуемся. Никаким образом не имеет права нас тогда попросить покинуть по этому поводу помещение, правильно? Да, конечно. Мы ссылаемся, как минимум, на статью 29 Конституции. Как минимум. И еще такой нюанс, если вдруг это случилось, потому что, ну, как известно, у нас законы есть, с исполнением не всегда получается, ну, вот проявил охранник такую инициативу, удалил нас из здания в грубой форме, куда мы можем пожаловаться, и можно ли, допустим, сказать, что я там обращусь в прокуратуру? Или полицию вызвать, например. Да, можно вызвать полицию, вот еще раз повторяю, в зависимости от степени, как бы, грубости события, можно обратиться, написать заявление в милицию, если вас при этом оскорбили или повредили ваше имущество. Если повредили ваше имущество, можно в суд обращаться, можно обращаться в прокуратуру. Если вы выступали при этом как потребитель, вы можете обратиться в Роспотребнадзор, потому что он права потребителей должен защищать. В общем, масса различных органов, в которых можно найти защиту. А что грозит, вот, собственно, там, хозяину, директору, администрацию? Ну, в зависимости от того, что он сделал, противоправное, Законом установлены, конечно, различные штрафы. Ну, если это просто нарушение прав потребителей, то штраф, установленный административным кодексом. Если, допустим, это, ну, хулиганский был поступок, то есть до такой степени дошло, то это может быть тоже административная ответственность, либо даже уголовная. Скажите, пожалуйста, в таком случае получается, что все вот эти надписи, фото-видеосъемка запрещена, они незаконные? Незаконные, да.